здравствуйте уважаемые слушатели и гости нашего канала меня зовут юлиана и в этом видео мы уделим внимание пасхальной недели с 3 по 9 мая поговорим о том что можно и чего нельзя делать в эти дни вы знаете каждый день недели после пасхи имеет свое название и значение а также есть и определенные запреты для этих дней неделя после пасхи называется пасхальной недели и согласно народным приметам и традициям в эти дни принято веселиться ходить друг другу в гости и отдыхать и в этом в этом 2021 году пасха отмечается 2 мая а вся следующая неделя неделя после светлого христового воскресенья с 3 по 9 мая называется пасхальной христовочкой громовицей червонные святки радостной или великоденской и в эту неделю издавна люди придерживались пасхальных примет и традиций сень всю неделю от пасхи и до красной горки красная горка то у нас следующее воскресенье после пасхи народе проводили весело радостно ходили друг другу в гости и дарили пасхальные подарки и радовались приходу весны и воскресенье у господа иисуса христа и в эти дни начинались у нас и из матрины молодоженов всю пасхальную неделю не принято было грустить и плакать за умершими так как считалось что духи предков в эти дни оживают и находятся рядом с живыми принято в это время ходить на кладбище и наводить порядке на могилах радость от воскрешения христа продолжается 40 дней до троицы и вот все эти 40 дней принято приветствовать друг друга словами христос воскресе воистину воскресе на светлой неделе уже разрешалось крестить детей однако обряды венчания не проводились всю неделю после пасхи нельзя сердиться злиться ругаться а нужно стараться быть добрее к ближним и помогать нуждающимся всю светлую неделю готовят праздничные пасхальные блюда пекут пасхи поздравляет родных друзей и близких со светлым христовым воскресением итак друзья у нас первый день недели понедельник первый понедельник после пасхи называют поливальным почему потому что издавна хлопцы поливали водой девушек на счастье и здоровье а девушки дарили им за это пасхальные писанки в этот день было принято идти в гости к своим родным и близким крестником крестным родителям внукам к бабушкам и дедушкам ну и конечно же приносить пасхальные подарки крашенки и пасхи народе считалось что первым дом должен входить мужчина это принесет богатство и счастье в семью первый понедельник называет еще днем богородицы принято в этот день раздавать милостыни нуждающимся и делать добрые дела вторник пасхальная неделя называет купалище и нора народе принято было в этот день обливать холодной водой дед кто проспал утренние молитвы но так это было конечно при наших бабушках и дедушка сейчас мы эту народную примету к сожалению забыли а вот со среды после пасхи начинаются молодежные гуляния девушки и парни собирались водить хороводы а женихи присматривают себе невест люди постарше также собирались но на музыку танцевали и весело проводили время семьями собирались в корчмак для продолжения празднования пасхи во многих местах первый четверг после пасхи идут на кладбище и несут красные яйца и поминают усопших а также наводят порядке на могилках своих предков народные гуляния продолжаются люди продолжают ходить в гости устраивают посиделки и водят кобылу так знаете на палку надевает хвост голову имитируя коня а мужчина переодевается в цыгана и катает на кобыле всех желающих но вот такое вот гуляние было когда-то народная возможно он до сих пор и осталось в некоторых регионах и далее друзья у нас прощенная пятница в этот день тесть и теща приглашали в гости родителей зятя женщины и девушки должны были до рассвета умыться в этот день холодной водой считается что это обряд наделяет красотой и молодостью субботу после пасхи было принято окликать молодоженов к ним гости приходили родители субботу молодежь продолжала водить хороводы веселиться и проводили веселый обряд провожания русалок и под открытым небом по вечерам собирались молодежь и проводила вечеринки которые проходили весело и живо с песнями музыкой танцами ну а парни заигрывали к девушкам вот такая друзья у нас с вами пасхальная следующая неделя с 3 по 9 мая